Привет-привет, дорогие друзья! С вами Amway921 и сегодня мы поговорим про премтанки. Сегодня из всего многообразия восьмерок мы выберем 5 самых крутых, с моей точки зрения, премтанков, которые я сам люблю, которые сам иногда катаю, ну и, естественно, могу вам порекомендовать. Во-первых, многие премтанки 8 уровня бывают с льготным уровнем боев и без льготного. Многие бывают выдаются за какие-то достижения, а некоторые продавались в какой-то определенный период времени и сейчас не продаются. Можно было бы сделать топ-5 самых продаваемых, которые можно купить сейчас, премтанков, но я не знаю, будет ли это актуально через год, например, видео, а сделать топ-5 абсолютных премтанков, крутых, независимо от того, как их можно было получить и можно ли сейчас, вот наша сегодняшняя задача. Самое важное в премтанке, чтобы он фармил кредиты, а потом уже, чтобы он нормально игрался. И именно поэтому, по этим принципам мы составили наш топ-5. Итак, пятое место немецкий, средний танк Пантера 8 и 8. Что это за танк такой? Это почти как прокачиваемая регулярная немецкая СТ-8 уровня Пантера 2. Только эта чуть хуже едет, но чуть лучше стреляет. В принципе, они очень даже похожи. Играя на ней до не раз, я обнаружил, что она кое-чего еще может и отбивать, но в мобильности она, правда, не подарок. Что еще из минусов, то, что уровень боев у этой СТ-шки полный. Бой с восьмерками, девятками и с десятками, это ее реальность. И против десятых уровней, конечно, ББшками этими с бронепробитием в 203 не постреляешь, но зато, играя против восьмерок и девяток, на ней вполне можно пофармить. Это, естественно, не самый крутой премтанк, именно поэтому я поставил его на пятое место, но он гораздо лучше подавляющей части всех других премов. Потому что, во-первых, он хотя бы немножко комфортно играется и хотя бы там чего-то пробивает. С последним местом, конечно, у меня возникало больше всего вопросов, потому что я не мог никак решить. Я думал, может быть Лев, может быть Т-34, но все они, в принципе, тоже неплохие, как премтанки, то есть способны фармить, но играются, ой, как уныло. А на Пантере 8.8 скатнулся вот боек как раз перед этим топом и, в принципе, уверился в своем мнении. Действительно, танчик неплохой и вполне себе заслуживает пятого места. Не самый лучший, но и неплохой премтанк, у которого довольно интересное орудие с неплохой такой стабилизацией на фоне всех остальных, ну и которая, еще раз повторюсь, хотя бы кого-то там пробивает. Ну а в следующих четырех танках уже я не сомневался. Выбирал лишь только между ними порядок. Итак, друзья, четвертое место, советский тяжелый танк ИС-5. Самый главный его минус, его сейчас никак не достанешь. Но как мы вначале с вами договорились, наш топ-5 будет абсолютным, независимо от доступности экземпляров. Раньше этот танк выдавали за участие на глобальной карте. Поэтому, друзья, может быть раньше его выдавали, а вдруг еще будут выдавать или продавать. Варгейминг же, все мы с вами знаем, что сегодня у них одно, а завтра марафон на И-25. Поэтому, кто его знает, если он где-нибудь появится в продаже, помните, танк очень хороший. В чем его плюс? Ну прежде всего, он не такой медленный, как ИС-3 с механизмом заряжания. И не такой косой, кстати, как тот же самый. Плюс не такой косой, как ИС-6, там все эти ВЗ-111, и другие подобные танки. Он реально имеет отличную стабилизацию для своего орудия. Относительно, конечно. Второй плюс, это его основные снаряды, которые подкалиберные. С неплохим бронепробитием и очень быстро летают. Это удобно. Брать упреждения ими гораздо проще. Третий плюс. У танка прочный корпус. На самом деле, это корпус от ИС-8, ну или ныне, танк в нашей игре переименовали, теперь называется Т-10. Корпус со щучьим носом, с хорошей броней, с фальшбортами, со всеми делами, которые позволяют много чего отбивать. И случайные выстрелы, и не случайные. От всяких там этих Е-100, когда кумулятив к тебе залетит и урон не нанесет, это всегда радует. Печалит, правда, что у танка уровень боев полный, 8, 9 и 10, но он не так сильно страдает против десяток, как некоторые другие танки, о которых мы еще поговорим в этом топе. Иными словами, это крепкий, тяжелый танк, который дарит, во-первых, способность нормально пофармить и клево поиграть. Вот за что он мне нравится. В отличие от прем-танков, которые не едут и не стреляют, этот похож на прокачиваемый Айса третьего. Может быть, не такой крутой, конечно, но очень близок. Третье место. М6А2Е1. Американский тяжелый танк. Ну или гусь, как все игроки его называют. Этот танк, как и ИС-5, сейчас недоступный. Он, пожалуй, еще более недоступный, чем ИС-5, поскольку тот хотя бы недавно выдавался. А этот даже и недавно не продавался. Его когда-то за большую, одновременно купленную партию голды выдавали в нагрузку, но это было очень давно. Но он все-таки у многих игроков находится на аккаунте. И вот у меня в том числе и отдельная радость этого гуся в том, что его при переводе в HD качество сильно улучшили по броне. До этого ему еще сделали льготный уровень боев. И теперь он, пожалуй, самый крепкий танк, который не просто крепкий броней, но еще и может ее перевозить. 280 миллиметров приведенных брони во лбу. Башня с огромнейшей маской. Ну, там, конечно, вокруг маски, вокруг всех этих миллиметров можно кое-чего выцеливать. Танк все-таки со слабыми зонами, чтобы уж совсем-то не быть имбой. Но он точно не как какой-нибудь там КВ-5, которого пробивают одинаково что в лоб, что в борт, что в корму. У танка со лба очень крепко. И это здорово. Особенно, когда вы выезжаете на врага на дистанции. Очень частые восьмерки и девятки просто стреляют в вас и не пробивают. А если вы выезжаете на какие-нибудь прем-танки, с не самым там высоким бронепробитием, у которых оно там не 250, а там чуть слегка за 200, то их можно вообще не жуя раскатывать. Главное, не так уж слишком сильно с ними сближаться, поскольку чутка подворачиваете борта, и все, вы уже не супер бронированная стена. Бронепробитие орудия нашего гуся может быть и не рекордное. 198 миллиметров, но в большинстве случаев оно справляется бронебойными снарядами. На край есть подкалиберы. Но все-таки это не как в случае того же самого КВ-5, у которого там 167 миллиметров. Это совсем уже не смешно. Здесь бронебойными можно обходиться и фармить на этой довольно редкой птице возможно, и даже более чем. И это, мало того, еще и весело, потому что на нем играть можно, как на том самом немецком тяже 9 уровня на тапке. Едешь вперед и пофиг на все. Жаль, конечно, что танк не продается, но мало ли эта ситуация изменится. А следующий танк в продаже имеется второе место АМХ Си Ди Си. Французский средний танк. Лично я его просто обожаю. За то, что он очень быстрый. Просто как пуля. Но и при этом, конечно, хрупкий, как стекло. Подставляться под врагов на нем можно, конечно, но вы всегда получаете урон, что бы ни происходило. Артиллерист, если вас попадает, всегда ваншотнет. Какая-нибудь там ФВ-183 всегда уничтожит с одного выстрела. И этот танк совсем не прощает ошибок. Он как точнейший какой-то хирургический скайпель. Нельзя на нем ошибаться. Один раз показался, где-то во врага выстрелил, выезжать второй раз опасно. Лучше убежать, выехать с другого угла. И в этой беготне, и в этой суете одновременно и сложность, и интересность этого танка. Поскольку никакой другой прем-танк в нашей игре, который так способен неплохо фармить, не доставит вам вот такой мобильной игры. Это очень интересно. И каждый раз ловлю себя на мысли, что хочется все больше и больше играть, если на каком-то прем-танке именно на этом. Поскольку он очень сильно подходит именно под мой стиль игры. Но помните, я это я. А если вы игрок начинающий, делающий первые шаги, то этот топ-2 самый лучший прем-танк я вам покупать не советую. По крайней мере, в числе первых. Лучше освоиться на каких-то более-менее бронированных, которые хотя бы немножко спасали своей броней вас от ваших же собственных ошибок. Ну, не то чтобы я ошибок не совершаю, но по крайней мере, этот танк я решил поставить на второе место. Ну вот, друзья, мы и подобрали самому лучшему прем-танку в нашей игре. И, по моему мнению, это французский тяжелый танк ФЦМ-50Т. На самом деле, это тот же самый АМХ СДС, но только такой приземленный. Он, во-первых, тяжелый танк. Чуть медленнее ездит, но тоже очень неплохо. У него пушка чуть хуже в параметрах стабилизации, в параметрах скорострельности и всего остального. Но имеет такие же показатели бронепробития, позволяющие все пробивать. И неплохой такой разовый урон, хотя он и не рекордный. Ну и в-третьих, и, пожалуй, самое главное, то, что этот танк не имеет полноценного уровня боев. Он леготник. Мы воюем всегда в тепле и в уюте. Против восьмерок и девяток. И с бронепробитием в 212 мы всегда имеем возможность их пробивать. Только, может быть, за редким исключением. Но в основном всех пробиваем. И с любых дистанций попадаем. И быстро ездим. И перемещаемся. И смещаемся. И танкуем даже кое-чего. Не раз и не два. Я замечал, как башня танкует чего-нибудь. Как верхний бронелист неплохо так отбивает редкий выстрел какой-нибудь там ББшки с не самым большим бронепробитием. Ну и наконец, самое-то главное. Почему я этот танк считаю самым лучшим в игре? Потому что на нем проще и комфортнее всего фармить кредиты. Потому что ты на нем, играя, не страдаешь. Не попадаешь против тех, против кого ты совсем не можешь играть. Во-вторых, ты пробиваешь всех тех, против кого попадаешь. В-третьих, быстро ездишь. И никогда не будешь застегнут или зажат в своей немощности. Танк не страдает и не превозмогает. Он клевый, интересный, комфортный и теперь в HD качестве. И поэтому красивый. Помните, данный топ-5 составлен по моим личным предпочтениям. Именно поэтому в нем нет вашего любимого Т-34 и Льва. На них, конечно, можно пробивать и можно фармить. И никто не спорит. Но играть на них очень скучно. Потому что они такие медленные, такие унылые. И каждый раз на них играя, прямо не хочется этого делать. На ФЦМе всегда это делать интересно. Вот такой вот топ-5 моих самых любимых и, с моей точки зрения, самых клевых прям танков в нашей игре. Доступны они или нет. Не важно. На сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, жмите лайк и подписывайтесь на канал. Пока.